Здравствуйте, наши уважаемые подписчики и зрители! Сегодняшний сюжет будет посвящен цветению, которое я ждала два года. Это лилия мартагон или лилия саранка. Она перед вами. В том году я ее посадила, получила я ее весной из русского огорода, одну луковицу посадила, но цвести она не стала и только зацвела в этом году, выпустив вот таких два стебля. Итак, лилия мартагон. Мартагон с тюркского переводится как тюрбан. И вы видите, цветы напоминают именно форму тюрбана. Еще ее называет лилия саранка. Сарацины это древний народ, живший по границам Сирии, в приграничии с Сирией. Это очень древний народ. Естественно, их основным головным убором был тюрбан. Лилия это была, лилия это голландская. Ей уже была она выведена как гибрид в прошлом году, в прошлом столетии. Это лилия кудревата еще ее называют. И вот, как вы видите, я тут сижу в таком непривычном для вас окружении. Здесь у меня клубничка и земляник садовая и вино. Вино саперави, красное вино, полусладкое. Для чего я его налила? Я его налила для того, чтобы вы почувствовали, какой цвет увидели у этой прекраснейшей лилии. То есть это цвет красного вина. Ну а чтобы рассказать о лилии подробнее и показать ее вам ближе, я сейчас встану и наведу камеру прямо на лилию и будем о ней разговаривать. Итак, лилия кудреватая под видом мортагон. Называется эта лилия Клауди Шрайд. Но в интернете вы ее можете найти описание как Клод Шрайд. Я тут подумала, ну прямо бисексуалка. Клауди и Клод, в общем, это и мужчина и женщина. Ну это так, между делом. Это очень элегантный гибрид, сорта мортагон. К сожалению, лилия мортагон, в общем, их не так уж много сортов, и поэтому любители лилии их особо ценят. Цвет, как я уже показала, винно-бордовый у нее. Вот в описании их заявлено, что эта лилия достигает высоты до двух метров. Ну вот здесь, конечно, двух метров нет, но метр двадцать точно будет. Ну если учесть, что эта лилия цветет впервые. Посажена она прошлой весной. И как я поняла, она потому и не зацвела, что ее луковица не достигла вот того размера, при котором она бы зацвела. Она в зоне четыре произрастает, то есть как раз в зоне, в которой находится наш Воронеж. Посмотрите, челмовидные лепесточки завернуты кверху, и обнажают они тычинки. Тычинки пыльные, такого цвета, какого-то даже не знаю, оранжевого. И вы знаете, что еще самое для меня приятное, это лилия пахнет. Такой прекрасный лилейный аромат, когда проходишь мимо нее, и случайно ветерком так подует, и вот он этот запах. Недаром эту лилию выращивать любят в садах английских аристократов. Ну это я в интернете, естественно, прочитала. Диаметр цветка до семи с половиной сантиметров. Красивейшая лилия, элегантная, высокие тычинки, у нее длинные, вернее, тычинки с пыльниками. Что еще я могу сказать в ее похвалу? Вот чем она от других лилий отличается? Ну вот если сейчас я вам наведу, вот тут у меня лилии. Рядышком все растут. Ну вот смотрите, лилия, она еще не расцвела. Вот такие листики у нее, да? То вот у этой моей лилии, о которой мы сегодня говорим, у красавицы, листики-то совсем по-другому выглядят. Они, посмотрите, как бы раскрытая, сколько-то там, двенадцатипалая там ладошка. Вот посмотрите, совсем они такие листики. Они где-то через двадцать сантиметров, и вот так они украшают это растение. Ну, кажется, нахвалила, понравилось всем. Одновременно, вот я посчитала, раз, четыре, пять, ну, до десять, десять цветов у нее цветут. Вот она у меня уже, наверное, с недельку-то стоит такая цветущая. Сначала нижний ярус цветочков раскрылся и так далее. А как выращивать, вот что хвалить-то? Чтобы такую красавицу получить, надо ее и выращивать, естественно, правильно. Ну и так, я продолжаю, что посадила ее весной, хотя, в принципе, лилии можно сажать в августе, и даже, наверное, лучше, чтобы она перезимовала, укрепилась. Ну, мне ее прислали весной, я посадила. Какие у нее, почвы у меня песчаные, вы знаете, при посадке в ямку добавляла золы, перегноя, сажала на глубину 5 диаметров луковицы, это стандартная глубина. И вот она у меня взошла. Взошла, кстати, очень рано, одна из первых сходит у нас в Воронеже, не знаю, как там в других регионах. А вот еще говорят, что не говорят, а на самом деле есть. Выведена она из диких саранок, и это ей, ее дикие дикоросы предки дали ей необыкновенную выносливость. 30 градусов минус выдерживает. Естественно, на зиму ее никто не укрывает. Давайте поговорим еще об уходе. Ну, я уже сказала, что при посадке добавляла. У меня, в общем-то, уход стандартный за всеми моими растениями. Весной посыпала мочевиной, а летом я ее просто раз в 2-3 недели поливаю бродилкой. В августе можно подкормить фосфорными удобрениями после цветения. Когда она цветет, эти два цветоноса, конечно, будут срезаны. Залу очень любит лилия. Ну, что еще сказать-то об этой красавице? Она годится в срезку. Но я уже как-то говорила, что если вы хотите получить срезку, чтобы лилия не испачкала, я просто беру ножницы и срезаю у этой тычинки пильники. И стоит великолепно она в срезке. Но эту красавицу ни в какую срезку я не буду, конечно же, делать. Давайте поговорим про соседей этой красотки. А вот она у меня растет. Посмотрите. Вот здесь мои любимые хосты. Такие вот пестролистные. Куст хоста. Причем куст не маленький. Где-то в диаметре около метра. И вот она так прекрасно стоит. Она и в одиночных посадках будет расти. Вот сзади нее вот уже листики стали зеленые. Пузыреплодник Диаболо и другие лилии. Пузыреплодник тоже имеет такие красные. Но сейчас они уже и стебли становятся зелеными. Листики. А то тоже такой цвет вишневый был. Вот такая красивая моя лилия Мартагон. Клауди Шрайд. Клауди Шрайд. Буду выращивать. На одном месте лилии растут очень много лет. Но я думаю, что лет 5 она у меня просидит на этом месте. А потом будем выкапывать, пересаживать на новое место и делить. Вот что еще. Здесь практически целый день солнце. Практически целый день. И я сейчас вам покажу. У меня еще в одном месте тоже есть такая лилия Мартагон. Но я даже сорт уже забыла. Это надо искать. Она растет в тени. И вы посмотрите, как она проигрывает по сравнению с этой лилией. Итак, лилии необыкновенные. Мартагоны выращивайте и радуйтесь. Они действительно хороши. Вот осы там вокруг них летают. Хорошие они опылители и так далее. Красота. И сейчас посмотрим быстренько лилии растущие в тени. И будем закругляться. Извините, меня долго не было в эфире. Говорю много. Соскучилась. Вот здесь под яблоньку у меня лилейная такая получилась грядка. Ой, грядка, клумба, естественно, клумба. И вот здесь у меня тоже один Мартагончик растет. Ну, надо просто почитать, какое это название. Ну, вот видите, вот совсем здесь тень, мало солнышка. Только к вечеру бывает солнышко. Вот она, во-первых, и рост у нее где-то полметра, и маленькие такие бутончики. Придется мне ее отсюда убирать и сажать на более солнечное место. Я искренне надеюсь, что вы так же, как и я, любите эти красавицы лилии Мартагоны, лилии Саранки. И будете с удовольствием разводить их в саду. Начинают они цвести у нас в Воронеже к середине июня. Сейчас она в полной красоте и великолепии, элегантная лилия. Спасибо за внимание. До новых встреч на даче без фанатизма.